Туры на батискафах к затонувшему Титанику, Андромеда Гюстара Дена на парижском акционе и почему изобретатель левитирующей доски намерен покинуть Францию. Об этом и не только. Смотрите далее в нашем обзоре. Туристы на подводной лодке смогут спуститься к обломкам Титаника. Британская турфирма организует уникальное путешествие в мае 2018. Тур к затонувшему лайнеру продлится 8 дней, а его стоимость составит 105 тысяч долларов на человека. Стартует из города Сент-Джонс, канадской провинции Ньюфаунленд и Лабрадор. Оттуда туристическую группу на вертолете доставят на борт научно-исследовательского судна, которое находится над местом крушения корабля на севере Атлантического океана. Само погружение будет осуществляться на подводной лодке вместимостью 9 человек. В центре Лос-Анджелеса торжественно встретили иранский Новый год и при этом помогли бездомным. Более двух тысяч гостей накормили традиционными блюдами – пахлавой и миндальными бисквитами. Праздник Навруз, иранский Новый год, знаменует начало весны. Перед ним, по древнему обычаю, нужно покаяться в грехах, примириться с недругами, простить долги и помочь бедным. В Сьерра-Леоне христианский пастор откопал один из крупнейших алмазов в мире. Масса драгоценной находки – 709 карат. Это самая большая находка в стране за последние 50 лет. Драгоценный камень передали президенту страны. Тот, в свою очередь, поблагодарил пастора за то, что алмаз не вывезли за границу и пообещал владельцам прииска щедрое вознаграждение. Скульптуру Андромеда французского скульптора Агюста Родена выставили на аукционе в Париже. Организаторы рассчитывают выручить за шедевр знаменитого автора от 800 тысяч до миллиона евро. Изваяние почти 130 лет находилось в частном владении. Историкам было известно о существовании скульптуры, однако они потеряли ее след много лет назад. И лишь в 2017-м Андромеду случайно обнаружили в Испании во время рутинной инвентаризации. Изобретателю летающей доски обрубили крылья. Создателю хаверборда Фрэнке Запате запретили полеты на устройстве на территории Франции. По словам Фрэнке, представители воздушной жандармерии пригрозили ему административной ответственностью за примещение на своей левитирующей доске. Мол, полеты эти небезопасны и нарушают общественный порядок. Запата объявил, что ему придется покинуть Францию для продолжения разработок аппарата на реактивном двигателе. На Филиппинах прошел забег для собак и хозяев. На этот раз в Маниле собрались около тысячи человек и столько же четвероногих спортсменов. Бежали и маленькие чихуахуа и огромные волкодавы. По словам организаторов, это отличная возможность еще больше подружиться со своими собаками. Победители получили подарки – корм для своих питомцев и средства по уходу за животными.